добрый день дорогие друзья пришло время нашего очередного урока самое трудное на самом деле когда вот готовишься к уроку решить о чем ты будешь говорить ну и конечно же недельная глава она но она направляет она подсказывает о чем мы можем с вами поговорить ну вот так же и сегодня в эту неделю в субботу мы читаем главу хайей сара и в этой голове есть один очень важный для меня стих и именно о нем я хочу поговорить и и и именно как бы я вот ну зацепился за него с тем чтобы поговорить значит глава это 24 самое начало 24 главы первый стих я надеюсь да смотрит значит если будет какие-то неполадки а если есть какие-то неполадки то вы пожалуйста мне говорите и я не знаю я просто буду знать смогу ли я исправить скорее всего нет но знать я буду может быть плохо слышно но я тогда могу громче как-то говорить стих который я выбрал это 24 глава самое начало не сказано так в авраам закен и авраам состарился ба баямим пришел в год и свои то есть ну вот достаточно солидный возраст у него в ашем брах это врагам баколь и всевышний милосердный благословил авраама во всем баколь всем добрый день кто к нам присоединяется тема еще не обозначена есть только один стих о котором я буду говорить и исходя из него я попытаюсь развить некую концепцию вот мира жизни значит авраам состарился и всевышний его благословил во всем баколь ну раша нам тут же объясняет что такое баколь баколь слова баколь во всем его гематрия 52 такая же гематрия сына бен то есть сын и значит благословил авраама во всем то есть дал ему сына имеется ввиду и цхака дал ему наследника и главе все начинается с того после того как авраам похоронил сару он начинает волноваться беспокоиться о том о судьбе цхака и посылает или эзера чтобы он ему нашел жену ну этот конце концов привозит рифку об этом вся история но говорит сегодня буду я не об этом дело в том что главная забота человека конечно же забота о том чтобы быть благополучным и я не знаю если чек нормален естественно вот в норме находится то конечно же он думает о том о своем благополучии о благополучии своих близких но если шире взять то благополучии своего города своего народа своей страны ну зависим от точки зрения и восприятия этого мира но благополучия своем я так думаю чтобы мы не говорили большинства людей на первом месте буду я благополучен и так далее если мы попытаемся структурировать так скажем те действия которые доставляют человеку удовольствие то я думаю что на первом месте будет все таки еда то есть забота о еде о хлебе насущном это вот очень важная забота в животном мире это проявляется более явно животные непрерывно занимаются тем что ищет себе пищу у человека это не так явно хотя пища для человека на самом-то деле тоже стоит на первом месте и вся наша забота о хлебе насущном и даже помните вот когда вся эта история в райском саду была то первое что сказал всевышний и в поте лица своего будешь есть хлеб свой будешь там добывать его прахом был в прах уйдешь но вот это вот добыча хлеба это очень важный момент поэтому пища еда добывание ее очень важный человек и нас закон учит что ел насытился и благодаришь до ахальта савата оверахта ел насытился и благодаришь из этого мы вводим очень важную заповедь что и и до еды и после еды нужно благословлять всевышнего то есть благодарить его за тот хлеб и ту пищу которую нам дает самая важная пища это хлеб и после хлеба мы произносим достаточно длинную молитву которая называется беркат амазон благословение пищи она объемно объемно и все кто едят хлеб все верующие евреи которые едят хлеб они до этого омывают рук руки говорят благословение совершается трапеза и после этого и соответственно идет на беркат амазон так вот в беркат амазон для меня есть очень центральная я бы сказал такой центральный стих фраза такая очень важная очень важная которая концентрирует себе многое мы просим всевышнего мы многое о чем его там просим но просим главное о том чтобы он нас благословил как авроама из хака Якова там написано ва коль ми коль коль по коль во всем микол из всего коль все наши люд браху авроам айцхаки Яков так же как Subscribe Иваново так же как благ как были благословены авраам иска Яков Авраам иска Яков века каждый из них был благословлен Вот этим вот коль. И первое вот это благословение Аврааму мы встречаем как раз в нашей главе. 24 глава, 1 стих, сказанное, Авраам состарился и пришел в годы, и Всевышний благословил его во всем. Ба-коль. Ба-коль во всем. Дальше, если мы будем читать дальше, то тут же в книге Берешит, в 27 главе, история с Ицхаком и с Яковым. Как Яков переодевается в одежды Исавы и получает благословение от своего отца Ицхака. И там вот есть такой момент, когда Яков приносит пищу ему, то же самое должен был сделать Исав. На самом деле благословение должно было достаться Исаву, но мы об этом будем говорить позже. А досталось Якову. Так вот, Яков приносит пищу и сказано, что Ицхак поел от всего. Ми-коль. Значит, Авраам благословлен во всем. Ба-коль. Ицхак поел от всего. Ми-коль. И третий раз мы это встречаем в 33 главе, тоже книги Берешит. История Якова и Исава. Когда Яков возвращается обратно со всем своим семейством и встречает брата Исава. Трепетная встреча там происходит, она подробно описана. И Яков преподносит огромное количество подарков своему брату, потому что боится того гнева, который давным-давно, 20 лет тому назад, вспыхнул в сердце Исава. Когда он узнал, что брат нечестным путем воспользовался его благословением. И эта встреча, конечно же, для Якова важна. И он трепещет. Он преподносит брату много подарков. И брат говорит, что ты знаешь, у меня на самом деле много-много есть всего. И приглашает Якова с собой. На что Яков отвечает. А у меня есть все. Ешли-коль. Есть у меня все. То есть, у Исава есть много. Ешли-гарбе. Гарбе – это много. А Яков говорит, ешли-коль. Есть у меня все. Вот на этом примере четко и ясно прослеживается, чем отличается много, понятие много, от понятия все. Много – это количественный параметр. То есть, я не знаю, много или мало. Сколько вам нужно для счастья? Шура – сколько вам нужно для счастья? Ну, и он Шура называет сумму. Сколько человеку действительно нужно для счастья? Он назовет сумму, потом окажется, что сумма маленькая, нужно еще немножко, еще немножко. Когда мы говорим о том, что много – это количественный параметр, и это беспредельно. Нет границы насыщения. Ну, да, я вот сейчас съел, я сыт, я не хочу, но через час я проголодаюсь, я снова захочу есть и так далее. Когда же есть у меня все, ешли-коль, все – это качественное состояние. То есть, это ощущение того, что я абсолютно гармоничен, целостен, мне больше ничего не надо. И не важно, сколько у меня есть. Абсолютно не важно. Важно, как я это воспринимаю. Если это меня насыщает, если для меня это все, то больше мне не надо. То есть, все – это качественное, это отношение. Так вот, у Якова есть все, у Савва есть много. Таким образом, вот эти вот три благословения нашим праотцам – «ба-коль» – «во всем», «ми-коль» – «из всего» и «коль» – «все», связанное с Абрамом Исхак и Аковом – оно очень важно. И поскольку мы говорили «пища важна», «беркат Амазон» – благословение после пищи очень важно. А это центральная фраза в «беркат Амазон» – «благослови нас, как благословил наших праотцов». Дело в том, что… И вот тут-то мы начинаем как раз разбираться во всем этом. Если вы поинтересуетесь, какую молитву за здоровье произносят евреи в синагоге, при Миняне, при чтении Тары, то увидите, что если мы просим о здоровье, ну, мы просим за других, то мы всегда упоминаем вот эту вот очень важную линию. Авраам, Исхак, Яков, иногда добавляются наши праматери – Сара, Ривка, Лея, Рахель. То есть мы вот прочерчиваем вот эту вот линию родословную от начала нашего народа, от Авраама и Сары и дальше. И поскольку все мы являемся потомками, то именно по этой линии нам приходит благодать. Именно по этой линии. И поэтому, если ты не находишься вот на этой линии родословной, то, по существу, по этой линии просить о чем-либо нет никакого смысла. Я начал с того, что человеку, человек заботится о том, чтобы вот жизнь его сложилась удачно, чтобы он был достаточно успешен. Каким образом? Каким образом вот этот успех достигается? Каким образом мы свое благополучие формируем? Ну, естественно, человек работает своими руками, достигает чего-то, покупает, окружает себя массой вещей, знакомых и прочее. И ему кажется, вот это вот и есть уровень его благополучия. Ну, конечно же, со временем мы понимаем, что это не совсем так. И верующий еврей понимает, что источником его благополучия, вот так же, как молитва за здоровье, являются его праотцы. Авраам, Ицхак и Яков в первую очередь. И молитва наша Амида, которую мы читаем три раза в день, начинается именно с праотцов. Первые три благословения – это первые три отца. То есть, все, что нам нужно на самом-то деле получить, это включиться вот в этот поток Авраам, Ицхак и Яков. И что же мы получим? Исходя вот из этих трех благословений, Авраам во всем, Ицхак из всего, Яков все, я думаю, что вот в этом, если разобраться, корень всех наших удач или, наоборот, неудач. Что мы получаем по линии во всем, из всего, все? Что мы получаем? Дело в том, что Авраам у нас связан с горой. Авраам – это гора. Авраам поднимается на гору. Известная история с жертвоприношениями Ицхака, Акидаты Ицхак. Он восходит на гору. Авраам – это святость Авраама связана с горой. Святость Ицхака, и это будет сказано в нашей недельной главе, связана с полем. В самом конце нашей недельной главы сказано, «И вышел Ицхак в поле Лесохеах». Лесохеах – это, ну, в общем, беседовать. Но там в переводе, наверное, вы найдете молиться. Вышел в поле беседовать. С кем беседовать? Понятно, что в поле никого, кроме него, нет. Значит, беседовать со Всевышним. Ну, и тут он издалека увидел тот самый караван берблюдов, который привез его жену Ривку, его будущую жену Ривку. Значит, Авраам связан с горой, Ицхак связан с полем. А с чем связан Яаков? Когда Яаков после того, как получил незаконным, условно говоря, путем благословения, он покидает родной дом. Мама ему сказала, уходи пока что. Он отправляется к Лавану, и вот по дороге, известная история, он натыкается ночью на место, он устраивает себе там постель, и ему снится знаменитый сон про лестницу. Он видит лестницу, которая достигает неба, ангелы поднимаются, спускаются, и Всевышний над этим. И вот, когда он просыпается, он говорит, страшное это место, видимо, это, видимо, дом Всевышнего, дом, байт. Так вот, Яаков у нас связан с домом. Значит, вот это вот очень важно понять. Авраам связан с горой, Ицхак связан с полем, и Яаков связан с домом, дом, байт. Авраам, он получает благословение от Всевышнего во всем. В Берех, вот написано у нас, Берех – это Авраам Баколь. Благословил Авраама во всем. То есть, вот это во всем Авраама связано с горой, и то, что приходит к нему сверху, сверху спускается. То есть, если мы и можем получить что-то сверху, то, конечно же, благодаря Аврааму, который взошел, грубо говоря, на гору, и вот это вот благословение получает. И дальше его потомки, ну, обретают такую способность, получают благословение от Всевышнего. Ицхак, он, принимая пищу, пищу в себя, отпробовал, написано «попробовал от всего». Попробовал от всего. Значит, Ицхак выходит в поле для молитвы, и он пробует от всего, то есть, он впускает в себя это. Авраам получает благословение сверху, Ицхак впускает это в себя. То есть, мы же говорили, что еда – это первый уровень удовольствия. То есть, Ицхак, в первую очередь, связан, конечно же, с материальным миром. Он – качество суда. И если мы способны каким-то образом в этом материальном мире ориентироваться, получать удовольствие, управлять им, сделать так, чтобы этот мир нас не раздавил, а было нам все это во благо, то это по линии Ицхака у нас идет. И с чем связано Яаков? Мы говорим, Яаков связан с домом, байт. «Видимо, это место – дом Всевышнего», он сказал. И когда он получает свое «коль» – благословение, когда встречается с Исавом. То есть, вот это благословение «коль» – все Яакова – связано с отношением к другим. И у нас застраивается очень интересная такая иерархия. Авраам – это луч света сверху, это божественный вот такой вот свидетель, ну, не откровение, я не знаю, божественный свет, который спускается сверху, благословения, которые идут сверху. Это Авраам. Удовольствие этого мира, владение этим миром, поле, горизонталь – это Ицхак. А отношение между людьми – это Яаков. Поэтому вот если вот эти вот три параметра – связь со Всевышним, владение вот этим миром, удовольствие от этого мира и отношение с другими людьми – это вот как раз и есть то, что мы получаем от наших праотцов – от Авраама, от Ицхака и Яакова. Мы как бы спускаемся вниз, сверху-вниз, идет процесс сверху-вниз, но всегда творение идет сверху-вниз. Сотворил небо и землю, небо и землю. И небо, вот то, что вверх мы говорим, оно спускается вниз, и вот эта вот духовная ипостась начинает формировать материальные ипостась. Таким образом все это организуется? С тем, чтобы когда-нибудь поднять это обратно наверх. Служение Всевышнему, поднимание искр, которые оказались во всем материальном мире после определенных событий, наверх их подняли. Вот такая вот очень интересная история. Поэтому Авраам, Ицхаки, Яков, которые были благословлены во всем, из всего, все – это на самом-то деле определенный путь сверху-вниз от благословения Всевышнего, овладение этим миром и выстраивание отношений с другими людьми, все это передается по наследству потомкам Авраам Ицхакиакова, то есть нам, еврейскому народу, и мы, именно основываясь на этом, можем строить и личное благополучие, и благополучие народа, и, в конце концов, наверное, благополучие всего, всего, что есть вокруг нас, поскольку именно этим мы заняты. Ведь сказано, что, Аврааму уже сказали, что через тебя и твоих потомков, твое семя благословлятся все народы. Ну, значит, вот, если ты будешь благословен, то, в конце концов, и все народы будут благословлены. Это очень важно. И еще парочку слов по поводу вот этого вот «коль». Значит, мы говорили, что «коль», «коль» – все. Это не количественная характеристика, а характеристика качественная. То есть, на самом-то деле, что бы мы ни говорили, там, Авраам сверху благословения, Ицхак – удовольствие этого мира, Яаков – отношение к другим людям, зернышко в этом «коль» – это внутреннее состояние. И если мое внутреннее состояние не будет гармонизировано, то есть, если я лично не буду находиться в гармонии, а это уже моя забота, то, видимо, все наследие Авраама Ицхак и Якова мне будет просто недоступно. Значит, моя работа очень важна. Моя работа, гармонизирующая меня самого, мое внутреннее состояние и внешнее состояние, на первом месте. Если я это сделал, тогда, конечно же, открываются каналы, меня связывающие с моими праотцами, Авраамом Ицхаком Яковым, и я начинаю вот эту подпитку. И это очень важно. Это очень важно. Ну, значит, осталось малость. Осталось понять, как мне достичь этой гармонии внутренней. Но мы об этом как-то говорили. Помните, мы говорили о том, что у нас есть Тара Всевышнего, которую мы все получили с вами у горы Сина, и Тара Всевышнего, та, которая входит в меня и находится, и становится, ну, просто частью меня самого. Есть Тара Моше, которую мы держим в руке и читаем, и более близкий вариант внутренней Тары. И гармонизация, на самом деле, наступает тогда, когда я, читая Тару Моше, ну, как бы, каким-то образом ее, ну, соединяя с моей внутренней Тарой, вот здесь происходит гармонизация. То есть, взяв эту книгу в руки и начав обучение, чтение, я могу достигнуть гармонизации внутреннего и внешнего процесса. И вот тогда весь этот поток по этой линии, гора, поле, дом, да, связь со Всевышним, связь с материальным миром и связь с другим человеком начинают реализовываться. Вот такую вот схему я, ну, выстроил для себя, попытался себе осознать, что это такое, и попытался вам рассказать, как я это вижу. Конечно же, ну, так я это вижу, так мне кажется, интересно. Может быть, есть какие-то там неточности, с этим можно спорить. Это всего лишь мое воззрение на все это. И если у кого-то родится какая-то другая концепция, ну, ради бога, это все возможно, допустимо. Но ведь, когда мы обсуждаем Тару, мы ведь не обсуждаем закон. Закон, он есть закон, закон дан, и его нужно выполнять. Когда же мы говорим о смыслах Тары и о комментариях, то на самом деле тут критиковать нечего. Тут либо ты это принимаешь, концепцию, либо ты ее не принимаешь. Я бы хотел посмотреть, может быть, кто-то что-то меня о чем-то спрашивает. Ну да, вот Марина Шувалова пишет, что гармония – это очень важно, но не все могут достичь. Марина, дело в том, даже не в том, чтобы достичь, я бы так сказал. Дело в том, чтобы двигаться в этом направлении. Ведь как бы не цель важна. Цель она, конечно же, важна. Но важен путь. Помните, мы говорили, гулять, прогуливаться. Да, самое высокое – это не лететь из точки А в точку Б, а прогуливаться. Когда прогулка становится, сама прогулка и есть цель, вот тогда самое лучшее. Помните, конечно же, если ты уже задумался о том, что такое гармонизировать себя. То есть, ну знаете, все говорят, вот я в стрессовом состоянии нахожусь. Замечательно, в стрессовом. А что? Объясни себе, что происходит. Причем, когда я говорю объясни себе, это не просто объясни себе, что ты прав. Или объясни себе, что ты хороший, а все остальные плохие. Это тоже можно объяснить. Попытайся понять, что с тобой происходит. Насколько ты адекватен и четко воспринимаешь этот мир и реагируешь на него, и на людей. И сам процесс в эту сторону – это уже и есть гармонизация. Но степень ее, она будет разной. Нельзя достичь гармонизации предельной, потому что, ну тогда полное исправление, значит, ты уже не на этой земле, ты ушел отсюда, тебе уже здесь делать больше нечего. Поэтому, конечно же, важно не достичь этого, а двигаться в этом направлении. Это вот очень важно. Вот что я вам хотел сказать. Прогулка в удовольствии. Да, да, да. Совершенно верно. Прогулка. Когда ты от самой прогулки получаешь удовольствие. Тебе не нужно быстренько добежать вот туда и там что-то сделать. Тебе вот сама прогулка доставляет удовольствие. Вот это на самом деле глубинная цель. Это и есть гармонизация. Удовольствие от прогулки – это и есть гармонизация. И вот тогда мир открывается тебе, и вот все эти три компонента – «Ба, коль, ми, коль, коль», они тебе начинают доставлять то, в чем ты нуждаешься. Окей, окей, беседер. Важен процесс, совершенно же. Да. Ну, ребятки, все вы правильно говорите. Я надеюсь, что вы все правильно понимаете и все правильно говорите. Значит, главное на самом деле просто размышлять. Не принимать все вот просто так, а знаете, по инерции. Колея. Я попал и поехала. Просто размышлять на эту тему, разговаривать, думать, читать. А Тара, она замечательна тем, что она стимулирует. Когда я читаю, она мне не рассказывает, как мне надо жить. Нет, она просто пробуждает во мне желание разобраться. А как надо жить, мы с вами узнаем. В конце концов, у нас есть закон. В законе прописано, что и как нужно делать, что кушать и как все благословлять. Это вот мы все знаем. Вот. Хорошо. А если может быть, гармония сломалась. Ну, слушайте, гармония сломалась. Значит, есть какой-то дисбаланс между моим внутренним и внешним состоянием. Гармония не ломается. Просто есть какой-то дисбаланс. Есть дорога, вдруг я сверну на туда. Ведь, понимаете, надо понять одну вещь, что нет правильно или неправильно. Все, что вы делаете, это правильно. Просто таков выбор. Значит, ваш выбор таков. Вы сделали вот это. И дальше начинается обратная связь. Ведь сказано как. Всевышний с нами говорит через что? Ну, через наши болячки. Вот раньше Всевышний с пророками разговаривал, но теперь этого нет. Значит, наши болячки, вот когда вот там заболело, здесь давят, это на самом деле Всевышний к нам обращается. Просто мы стараемся это быстренько вылечить, чтобы болячки прошли. Да, конечно, надо вылечить, морочить голову. Но знаете, что Всевышний к вам обращается и не пропускайте этого текста. То есть, если есть какая-то дисгармония, это к вам обращается. Всевышний вам что-то говорит. Надо понять. Значит, видимо, может быть, не тот выбор, не та дорога. Что-то не то делаю. Проанализировать себя и понять, куда двигаться. И когда я читаю Тару, на самом деле, она мне не рассказывает, куда мне двигаться, она мне дает силы понять, что мне делать. Вот это вот очень важный момент. У Всевышнего надо просить только одно. Силы пройти эту дорогу. А дорогу нужно пройти самостоятельно. Конечно. Ну, хорошо. Насчет болячек подробностей. Ну, ребятки, ну я же не врач. Какие подробности? С годами болячек становится все больше и больше. Вот это единственная подробность, я точно знаю. И, конечно, можно не обращать на них внимания и сказать, ну ладно, болит. И сделать это нулевой точкой, от этого считать дальше, потом они будут другие, если и ноль будет двигаться. Но, на самом деле, болячка – это тот дискомфорт, который возникает в теле, в духовном, в физическом. И он тебе не дает спокойно жить. И ты начинаешь вот как-то так суетиться по этому поводу, сдавать анализы или обдумывать свое бытие. Это на самом деле хорошо. Это хорошо, это побуждает к чему-то, к движению. Не надо этого бояться. Не надо. Не надо. Всего степения. Хорошо. Все. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего. Шаббат, шалом. Ну и надеюсь на наши дальнейшие встречи. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова